День Победы Дедушка рассказывала, что он прошел всю Вторую мировую войну. Его ранили во время войны. Его положили в госпиталь, но он не захотел лежать в госпитале. И на следующий день же сразу отправился воевать дальше. Андрей Шараев пришел вместе с дедушкой Евгением Петровичем Степановым. Он воевал на трех фронтах, участвовал в обороне Украины. Войну закончил в столице Чехословакии и награжден медалью за освобождение Праги. Незабываемым стал День Победы Ильи Людмилой Игнатьевой. Отец погиб, защищая блокадный Ленинград. Мама умерла от голода. В три года дорогой жизни ее отправили в детдом Ярославской области. Шесть лет исполнилось, когда закончилась война. Тогда она впервые увидела белый хлеб, который детям раздавали в честь Победы. Взрослые все радовались. Мы тоже, глядя на них, радовались. Наверное, не до конца понимали. Хотя очень любили фронтовиков и любили наших победителей солдат и хотели быть на них похожими. Сегодня Дабак насчитывает 236 ветеранов войны. В прошлом году из жизни ушли 26 человек, а в этом уже 34. 76 не могут выходить из дома. Но участников шествия меньше не становится. В строй вступают сотни и тысячи горожан. Впереди колонны шли фронтовые уазики. На храмовой горке их встречали колокольным звоном, а в небе кружил Як-18. По улицам города колонна проследовала до парка Дубровина. О тех, кто ковал победу над фашизмом, напомнила стена памяти с фотографиями фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда. С приветственным словом к ветеранам обратились дипломаты. Виктор Гейсик служил в Германии, Литве, Украине, теперь в Латвии. И везде павших почитают, как освободители Европы от нацизма. Мать рассказывала, как она встретила отца. Они пошли со своей матерью, то есть моей бабушкой, в Узду. Это там, где районный центр. Говорят, пришел, приехали на машинах из войны, а мы не знали даже, что приедет отец. И вдруг встречаем, машина слезает, и мы в слезах радостные. Но у нас эта радость, она, к сожалению, огорчена и другим событием, потому что мой дядя, это мамин брат, был ранен на войне, и он, к сожалению, погиб, не дождавшись отца с войны, умер от ран, не дождавшись отца. Поэтому мы и радуемся, и вспоминаем, и ходим на кладбище обычно. Вот родители сегодня пошли, чтобы помянуть его тоже на кладбище и почтить память. Празднуют День Победы в Монголии, где много лет работал Олег Рыбаков. В Монголии в этот же день, как и по всему миру, собираются представители Министерства обороны Монголии, собираются работники советского посольства и возлагают цветы к памятнику Жукова. И в Монголии, и в Ланбатре есть музей Жукова, есть памятник Зайсон, так называемый, где это памятник дружбе советских и монгольских воинов. Кстати, вот сегодня я получил поздравление от моего монгольского друга, который меня поздравляет с этим великим праздником и напоминает, что этот праздник – праздник всех народов. За мирную жизнь ветеранов благодарили священнослужители, руководители города, представители общественных организаций и оргкомитета по празднованию 67-й годовщины Победы. Горожане, даугатул, с праздником, с праздником нашей Победы! К вечному огню и пилонам, под которыми покоятся останки освободителя города, были возложены венки и цветы. Вспоминается четверостишие 70-х годов. Его сочинили ученики тогда 5-го класса одной из городских школ. Вот они – Орловский, Черкасов, Лагадюк, Чиннов, Мороз и Ким. Хотим сегодня мы, даугавпилцы, низко-низко поклониться им. Простые искренние детские слова запомнились надолго. Память погибших, собравшаяся почти минутой молчания. Здесь же была развернута полевая кухня с военной техникой, оружием и солдатским обмундированием. Военно-исторический клуб «Шторм» из Резекна участвует в киносъемках, реконструкциях. А к нам его представители приехали по просьбе общества «Динабург-центр» со спецзаданием. В кинотеатре «Ренезанс» участников войны чествовали за праздничным столом. По давней традиции слова благодарности за рательный труд в их адрес звучали и от предприятия «Даутком». Дорогие наши ветераны, от имени всех сотрудников нашего предприятия мы традиционно сегодня пришли поздравить вас с этим великим праздником и сказать вам огромное спасибо за то, что вы подарили нам эту счастливую жизнь, за то, что мы не знаем, что такое война, за то, что наши дети растут под мирным голубым небом. Спасибо вам огромное, здоровья вам, долгих лет жизни, благополучия и низкий-низкий земной вам покой. И от нашего предприятия мы такой небольшой подарок вашему столу. О парке Дубровина весь день шли концерты творческих коллективов национальных обществ. Чаще всего и по-особенному проникновенно звучала песня «День Победы». Хористам вторили все, пришедшие на праздник. «День Победы» 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 «День Победы»